что друзья приветствую всех любителей 4 европки мы с вами продолжаем играть за гранату и знаете знаете в прошлой серии мы с вами отлично отлично так а что мы сделали отлично зачем я говорю ну немножечко поборолись португалии вышли в кололок сети это борьба с португалией это колонию нас появляется потихонечку и давным давно уже пора 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 напасть на кастилью и откусывать наконец-то свои земли которые нам по праву принадлежат и стать андалусии его собственно для этого и собрались с вами правильно правильно я думаю задание уже нет смысла смотреть на на них в португалии 33 корабля да вот этот соперничество с португалии это все уже как я понимаю первая наша проблема сейчас конкретно сейчас у нас не хватает на во первых по очкам отстаем по технологиям от по всем просто позже ну нет по военке мы не отстаем по военке я как-то предусмотрительно так себя чувствую исследовательские идеи так полагаю уже не особо то и нужно и себе принимать по что ну что тут лимит флота ну блин в претензии в колониальных регионах разве что ну и все а тут в общем-то 10 поселенцев и хватит не хватает нам очков для национализации нужно вернуть армии по деньгам она все не очень хорошо прямо скажем одни беды вокруг все тут остается нам так как я принял политику экономическую вместе с количественной я бы принял вот этого цена повышения развития минус 10 еще плюс лимитик приятно да вот это бы я принял возможность будет две полноценной армии кто знает возможно не будет так что у нас по-настоящему лимиту 52 52 так и эту армию пехотную до 24 мы добиваем не не лимит не не лимит фронта для вырос 27 ну в общем-то подехай ну как есть в общем как раз франции все чувствует не хочет она союз наверно нет совсем не хочет да несмотря на все то что было между нами франция ты ничего не хочешь по союзника все печально кстати мне посоветовали знаете чем пойти в африку пойти в африку для чего для того чтобы забрать африканское золото прекрасно великолепно просто дешево можно эти провинции то покачать давайте мы этими займемся к 100 19 мощно у нас горожане как себя чувствуют все хорошо все хорошо в целом а нужно не забывать это отзывать территории еще к тому же о по государственный банк мое почтение снижение инфляции пожалуйста стабильность плюс 1 красиво так нам необходимо дождаться пока у нас это все национализируется у нас просто появится моментально автономия так подождите я должен кое-что проверить колонии компании да 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 бразилия это будет брать просто дома может какие-то пограничные территории между кем-то и но не создастся создастся вот а потом можно в принципе быкаем быкануть на тупинамбу так-то с носом своими руками да ну и все прекрасно чувствуете если мы сможем создать косу были конечно ну и раз мы планируем воевать с кастиль и англия боже мой как это неудобно все таки я хочу хочу построить сюда крепость это там какой-то комментарий был про то что не надо этого делать какая где логика вообще непонятно сделаем здесь крепости у нас будет тут проходить доступен всегда пока у нас не взяты крепости 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 осман и мы чисто с османа будем воевать осман участвую другой войне и разумеется я не сомневаюсь и 5 литва кста 5 литва ну конкретно против австрии дам а религиозная война правда реле у фифу нормально я опять пропустил да подожди я могу вступить в лигу какую-то в лигу могу вступить кастиль и участвует не участвует очень печально и что они участвуют кто участвует в этих религиозных войнах ну да вся европа против кастиль и нашего главного врага англия кстати уча кстати а может англия ну как-то и по плохие то на не ступится за кастильца тогда как я один на один буду с ним и и арагона смогу ли я не знаю венец они звучит как что-то страшное правильно хотя 41000 и фига себе это помощнее чем кастиль и на данный момент сейчас ну наравне с англией извините ошибся так ну и крепость которую хотел поставить это конечно очень плохо по деньгам но в целом вещь полезная а кстати один займ у нас по три с половиной процента чё-то пропустил ну и все круто себя чувствуем а ну и разумеется кстати столицу до перенести нужно не забыть между делом так то это будет стоять ух и краса доминка которая нам нужно 240 мое почтение ну в принципе то горы это крепость это это все великолепно да а тут тут не будет у столицы еще кстати по колоням то нужно иметь ввиду то что нужно все делать по уму по уму это конкретно мексика и конкретно тут инки я не уверен то что португальцы еще до них не добрались очень уверен в этом но я бы хотелось в это верить вот так так ну и со своим боже мой сына стоятель из колонии просто великолепно пойдем ли мы в африку наверно стоит наверно все-таки стоит за это это полезно это мы одобряем тем более сейчас можно так пройти быстренько убить всех и уже там претензии поделать ох тут португалец очень хорошо разместился я же какой-то момент я подумал то что а хотя какая разница но он уже не в союзе с кастильцем ну и все-то в теории наша игра это бразилия должна все этот колоний ну который еще не создана да вот а вот тут нам полюбасу нужно будет проходить все в наличии иметь правильно я же не могу нет я сюда могу ладно африка так африка а по так а я забыл что здесь что означает но мне нужно что то что с большим количеством колонистов тут видимо бафы их это против производства все дела колонисты плюс один лимит и минус желание свободы плюс давайте старую добру коронную колонию гранада аль джаид чтобы это не означало очень хорошо планиальная автономия удачи вам в колонизаторстве я надеюсь вы этим будете заниматься вы же будете этим заниматься правильно вы же будете этим заниматься наш же да наш колонист слава богу даже два наших колониста мою почтение ну и великолепно переживать не стоило так ну и таким темпом у нас уже вторая армия пехотный до в лимит получилось прекрасно правда без пушек без коней не дай бог коней потому что все таки денежки по деньгам они бьют бьют еще как возможно мне даже стоит прекратить свои мега эксперименты и убрать коней в принципе даже не хорошо это или плохо наверное не очень хорошо так крепость готова кстам кста хочется очень сильно напрыгнуть на кастилью но кстати вот гранада аль джаид привет но осман осман зачем же ты воюешь у тебя сейчас миллиард займов будет нас не поддержишь англия поддержит кастильца ну то что нужно и и мы даже в теории не можем победить даже смотря на циферки обычных огонь минус франция минус осман минус все тунис тунис привет ну и даже мамлюк не хочешь повоевать а хотя что там и не сильно ты выигрываем по в теории то печально печально в принципе в качестве торговли не в качестве торговли нам тунис пригодится пригодится нам бы еще лишний этот пригодился бы подожди а я когда я перенесу столицу в африку мы не сможем делать торговые территории здесь правильно понимаю нет мимо в магрибе не сумма нет подожди не так да 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 тут не сможем это будет считаться северной африкой правильно понимаю северная африка а тут уже южная очень непросто просто торговой территории где здесь нам делать ну извините тут наша основная культура наша культурная группа смотрите как непросто да господи осман давай ты сейчас прекратишь воевать и мы с тобой распилим кастильца как приятно будет и венецию распилишь а я ей как мы и хотели но нет естественно все не так будет может у нас получится да да мы можем накинуться на этих на африканцев и причем же да мне говорили то что когда ты создашь андалусь эти дополнительный колонизм будет она сейчас это как раз и нужно ну да попробую сейчас что-то с этим сделать но только чисто попробую на хотя если так на тунис принципе можно накинуться забрать его правда мамлюк не очень красиво будет от мамлюка можно деньги потребовать может место тогда вот этого подожди а как мы тогда вот эта крепость возьмем нам нужен флот так тут флот такой у мамлюка наверняка вот хотя мамлюка скромный флот ведь я должен знать как жалко что я не вижу какие здесь корабли конкретно наших соперников будут так галеры 7 как вы понимаете я хочу строить галеры тоже 7 галер а у нас кстати у нас очень хороший лимит флота можем себе позволить кучу галер себе и в средиземном море отлично повоевать ну хорошо тогда я зря этого дипломата отозвал а пока мы хорошо делали наш флот можно накинуться на африканцев правильно правильно а ну еще кстати стоит учитывать то что на их дип тех высокий менял 8 нормальс нормальс новый слог кстати за выучите кстати как оказалось флот довольно быстро строится поэтому все таки может не против африканцев а против других африканцев которые севера давайте посмотрим с кем будет больше проблем так тимбукту ну проблему с вами будет намного меньше так понимаю да по войску тут мали кстати умали у 1 3 злотых месторождения да кстати в соперники можно 7 мамлюка выбрать того же да если почему мамлюк так от нас хорошо отзывается а у него осман не в соперничестве правильно подождите можно с мамлюком засоюзится по-моему плохая идея поэтому я беру легким нажатием мышки ставлю мамлюка в соперники так и кассус были этим букту сделаю тунис 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 старый добрый тунис мамлюк мощный союзник да да моя школа я так же с османом союзился так вот тунис поехали поехали а 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 так реформ очка это что я хотел то что хотела эти восточная плутократия купцы плюс один я сомневаюсь механика торговых республик это за торговой республики никогда не играл я не возьму на себя такую ответственность генеральные штаты я пожалуй прожму сначала автократию а потом генеральные штаты пушки генеральный штат это мое почтение это мне нравится это я одобряю так что сначала я автократию жму да это замедляется до 80 года мы чилим отдыхаем а потом уже старые добрые имбовые штаты и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok переправляться через кораблики кстати 32 кораблика транспортных нифига себе можно было бы и заботиться как бы я не знаю успеет ли осман захочет ли он успевать очень хочется это верить осман очень хочется людские резервы низкие но любом случае мы без национализации никуда не пойдем потому что потому что а с плюс военным техам кстати можно было бы еще вот эту штуку сделать ну и к стиле разумеется есть такая неприятная вещь как боевой дух армии плюс 15 это нам многое будет рушить защитником веры в теории можно стать советника можно взять на боевой дух конкретно только я не знаю что у костили с дисциплиной мне кажется то что не 100 у них несколько больше нет стопки почти 4 у нас три с половиной понимаете да различие драматическое кстати причетами почему-то мне помнится с кем-то у меня было различием в целую единицу это видимо дает он когда за литву играли с бранденбургом но не так жестко но у нас нету столько войск как за литву не с деньгами нас точно большие проблемы чем за литву это гарантированно так что вот так вот у османа должно быть все великолепно и с боевым духом и дисциплиной и с рекордами вообще все осман имба франция что-то вообще не хочет с нами союзится вообще до лимита армию добить в чем смысл то есть нас денег нету на содержание всей этой аравы где бы денег сюда надо быть вообще не представляю раскачать золотоносную провинцию просто до посинения у нас нет очков все нельзя теперь уже негде причем лимитик у нас приятные уже 73 мое почтение но если нас это спасает и ширина боевого построения плюс 2 судьбоносно решая убираем конницу почему так резко не спрашивайте не надо и смотрите столько что было одна единица стала четыре с половиной ой-ой-ой так а видимо может быть это еще из-за миссионера так миссионер господи миссионер может пока подчилить ничего не поделать по сути ну или поставить куда-нибудь вот пускай улучшай вот провинцию как тебе можно поставить сюда подожди как-то я мог же это делать как-то колониста можно поставить свою провинцию как это делается где кнопка а вот она кнопка ну пускай золотоносную провинцию как я хотел да подожди а он будет требовать содержание содержание колоний да 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 отмена Ладно, пока почилить, ничего не поделать, ничего страшного Кстати, нужно обратить внимание, что при полном содержании армии у нас минусы Ну, это то, что у нас поддержка, да, идет Но примерно столько же у нас будет во время войны Мы не можем это потянуть Понимаете, о чем я, да? Купеческие гильдии Вот с купеческими гильдиями Вот и уже можно повести речь Престиж плюс 15 Ну, как бы, плюс-минус А, вот еще что-то Поселенцы плюс 10 То, что нужно Ну, давайте я заранее прожму, нет? Стоит, не стоит? От пошлины, в принципе, это не важно особо Сколько ты мне даешь пошлин? Ну, 0-0-6 Понял, неважно, абсолютно Ладно, пока я прожимать не буду это Но буду иметь в виду то, что у нас вот что-то Что есть такое Флот я, наверное, просто в угол забью Чтобы он не смешил наших соперников просто Так, ну и национализация Туниса, и все Так, 27, 27, еще на 27 мы не потянем, да? Как бы мне хотелось все пушками забить Вот вы не представляете, как бы мне это хотелось Но нет У нас и так чудовищные минуса Хотя, если я сейчас раскачаю эти провинции То можно на Изисе это позволить Ну, не забить до конца А лимитик под увеличить Ну, теперь лимитик чуть-чуть посолиднее Чуть-чуть Ну, вообще, ни роли не сыграл абсолютно А, и реформа, моя любимая Суда, генеральные штаты Эдж Так, выборы 4, 3, 6, 2, 3, 1 Вопросы, почему эта самая имбовая реформа нету? Нет, нету больше Надеюсь, нету 4, 3, 6, сюда Мое почтение А, правда, будет очень печально вот здесь Потому что выборы Выборы, выборы Ну, при каких-то условиях тут выборов нету То ли при выбирании монархиста То ли при, ну, при высоком влиянии монархистов Выборов не будет И мы сможем вот эти религиозными штуками пользоваться Так, но я бы уже хотел Хотел Франция, давай сейчас Ой-ой-ой-ой-ой Так-так-так Франция, пожалуйста, скажи, что ты хочешь ступиться против Кастильца Ой-ой-ой-ой-ой-ой Так-так-так Так Если так, чисто для теста Хорошие шансы Прям очень хорошие Господа Блин, до конца записи серии очень мало времени остается Но я так хочу развалить Кастильца очень сильно Ладно, предлагаю все-таки пехоткой замаксить, скажем так Лимит до конца Хоть это и не отдельная армия получится Ну, подмогу пойдет А подмога нам Нам только ей сейчас получится воевать Потому что все остальное очень печалит нас Все, 21 тысяча еще будет дополнительно Фу, такую грязь делаем Господи Так, я надеюсь, никто в это время не начнет войну Пожалуйста Османы, Франция Не начнете, не? Я как бы слежу за вами А, кстати, вот 29 июля еще мы денежки получим от Османа А мы уже в минус Без поддержания армии пошли Так Такой скромный минус И стоя здесь Подожди, как мы можем тут стоять Если у нас еще вот это нужно будет убрать, да? Очень печально И стоя здесь Можно взять и накинуться на Кастильца Да Не знаю, насколько это будет сложно и не сложно Но я надеюсь, не сложно Минус 10 ежемесячно Это я еще вот эту штуку не взял Я просто земли продал, если что Так, Франция, Османы Фу, Айронмен, боже мой А сколько нервов Так, Османы, Франция Против Кастильи, Арагона, Португалии, Англии, Венеции Все готовы За какие территории будем войти? Это, наверное, без разницы Даже вот то, что я смотрю, типа Какая провинция дороже, не дороже Коалиция очень красная Ой, вот это вот, конечно, фейл, возможно Да, то, что я с коалицией красной воюю Но можно что-нибудь сделать Типа, типа, разрыва союзика Куча денег можно получить Так что не так уж и страшно 19, о боже мой Да, да, мы кучи провинций не заберем себе 19, 16 Развитие, то, что нужно Ну что, готовы мы? Наверное, да Поехали Опа, можем, кстати, кем-то стать Не кем-то, а короли Королевство можем стать Кого? Ну ладно Султанат А мы до этого были герцогством, да? Рыли? Я и не заметил Султанат 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 Так, ну и Кастилия осталась одна. Ху-ху-ху-ху-ху. Старая добрая Кастилия. Ну что, где твои союзники? Венеция, да, одна? Ну, мое почтение. Так, но тем не менее, коалиция чудовищных размеров у нас будет вдруг чего. Очень чудовищных, просто страшно. Глаза руками закрываю. Как бы нам взять по максимуму, но не, скажем, опростоволоситься. А вот это у нас претензии. Вот это. То есть я всю целом могу вот это забрать. Великая мечеть у нас будет до конца игры в Севилье, да? Круто. И тогда мы восстановим Аль-Андалуз. Правильно, правильно. Тогда я бы сначала вот это, ну да, я так-то это забираю. Коалиция страшнейшая. Кастилия, Португа. Ну это у нас перемирие пока снимет. Тунис, неважно. Австрия, 55. Вот 55 Австрия мне напрягает немного, да? Но в целом это может пройти. Это, возможно, не стоит этого бояться, как огня. Давайте репарации. Ну и деньги же сколько мы сможем, правильно? Все, Кастилия растоптана. Она унижена, обижена, ну и все такое. Несмотря на то, что мы так скромно территории-то забрали. Вообще рыли скромно. Коалиция какая-то есть, но она быстро спадет. Ну и хорошо. Мое почтение. Наконец-то мы хоть что-то начали делать. Наконец-то. В Иберии. Так, освобождение Куртубы. Читаем. Кому интересно на паузе. Круто. Так, админочки сотка, да? Беспорядки минус 3. Цена развития минус 15. Опустошение минус 0.1. Это в Севилье будет. Не, подожди. А, она же по-другому называется. Ууу. Из Билия. Как-то так, да? Ну здорово. Подождите. А, что это такое? А, 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 а. Чтобы выполнить это задание, нам нужно являться Андалусией. Правильно я понимаю? Не все так просто. Ну да, ну да. А, еще и Португалии две территории нужны. И тут две. Причем это скромнее, чем по заданию от нас требуется. Да, по заданию тут еще вот чуть выше нужно, да? Круто. Будем знать. От Португалии не стал отрывать вот эти территории, потому что я знал то, что коалиция будет страшнейшая. Я знал это, да. Вот, ну и потихонечку будем национализировать. Уф, Кастилия. Ты понимаешь, что ты не бессмертный, а? Понимаешь. Теперь понимают. Теперь все великолепно. У нас тем временем куча денег. Я хочу поздравить нас всех с кучей денег огромных. Так, и ну какие-то союз... Ну это африканцы, это не важно. Что-то я хотел сделать. А, возможно построить некоторые эти, скажите мне, постройки. Ладно, потратил деньги на мастерские, хорошо. Ну и прекрасно все чувства. Нужно продолжать делать шпионскую сеть против Кастилии, Португалии, Арагона. Кстати, я не уверен, на Португалии были ли у нас бесконечные претензии. По-моему, нет. Вот, ну и круто. Возможно, мы даже сможем сделать Андалусию. Франция, Османы великолепно сыграли. Мое почтение, низкий поклончик. Ну и коалиция, да, заметно, очень заметно красная везде. Ну ничего такого в этом нет. И как бы, а на что мы надеялись? Дипку, видимо, нужно брать, да? Чтобы этого не было. Ох, еще нужно будет озаботиться фулл фронтом пушек. О, это просто чудовищные деньги. Нам есть чем заняться. Господа, вы не думайте. Что-то такой успех, который к чему-то там переведел. Нет, нет, нет. Свекорасширение вообще 90. Сколько у нас развития страны, простите? Развитие страны у нас 619. И мы на пятом месте. Мы на пятом месте по, ну, по великим державам. Если мы еще примем институт, это было бы еще лучше. А мы, а, у нас никто, а у нас такие территории с институтом были эти. Мы захватили, круто. Национализируем и посмотрим, можем ли мы купить этот институт. Надеюсь, сможем. Вот, но пока бы, я знаете, что, предпочел бы. Предпочел бы закончить эту серию на такой высокой ноте. Ну что, друзья, круто. Сейчас рыли, удачно получилось, да? Несмотря на то, что там было что-то, у нас не было, получалось, не получалось. У нас, в общем-то, мы всему миру показали на своем примере то, что вы не забывайте, арабы, арабы не спят, хотя магрибцы, африканцы, северные, нельзя их, наверное, вполне арабами назвать, да? Ну, в принципе, давайте так скажем, мусульмане точно не спят, и то, что угроза Европе всей, вполне себе, кстати, Франция, которая очень-очень успешно отбивала вот эти арабские дошествия, нам помогает в этом. Ну аж, ну, реалии изменились, сейчас, в общем-то, не империя франков, просто Франция, старая добрая. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, и на этом на сегодня, пожалуй, все. Всем спасибо, да, что-то я запнулся. Всем спасибо, что были, всем спасибо, что смотрели, как-то так.